Сегодня свой юбилей отмечает главный художник драматического театра Северного флота Раиса Сергеевна Чебатурина. Окончив Московское художественно-графическое училище в 1965 году, она успела поработать на швейной фабрике художником по костюму, а потом после окончания высших театральных курсов при ГИТИСе стала главным художником Мариинского музыкального театра. Работа в этом театре оказалась успешной, к молодому мастеру сразу пришло признание. В 1981 году по приглашению главного режиссера театра Северного флота Исайя Шохета Раиса Сергеевна переезжает в Мурманск и становится главным художником флотского театра. Величественная и неприступная природа Заполярия покорила Раису Сергеевну. Бросив все, она приехала на Север, и вот уже более 30 лет жизни и творчество отдано Кольскому краю. А на живописных работах Чебатуриной главное место отдано морю нашему суровому Баренцеву. Его она пишет с натуры. За морем Раиса Сергеевна вот уже более десятка лет ездит в Териберку. Места там красивейшие, воодушевленно рассказывает она. Такая мощная дикая природа, такие вечные скалы. Я люблю Териберку в любое время года. Иногда думаю даже там поселиться. Мне говорят, да что там делать, особенно зимой. Мне больно видеть, как этот дикий уголок меняется в последнее время. Дорогу построили, все скалы изгрызли ради этой дороги. Пусть хоть на моих работах все останется в первозданном виде, чтобы люди могли посмотреть. Как птицы стремятся из любых краев обязательно вернуться на Север, так и я, когда еще и не знала-то толком ничего об этих местах. Чувствовала, это мое, рассказывает Раиса Сергеевна. А когда первый раз увидела мурманские сопки, в тундру залив, поняла, что не ошиблась. В Поволжье, где я довольно долго работала, природа прекрасная, сама Волга, леса, но, повторюсь, не мое. Заслуженный художник России десятки лет посвятила изучению народных костюмов. Ею собрано огромное количество материалов на тему обрядовых костюмов марийцев и кольских саам. Для подготовки эскизов проделана огромная работа. Раиса Сергеевна рисовала с натуры, изучала манеру ношения одежды, знакомилась с музейными коллекциями, этнографической литературой и публикациями различного характера. В драматическом театре Северного флота Раиса Сергеевна оформила более 100 спектаклей, поставленных по классическим и современным произведениям. Многие спектакли флотского театра теперь уже невозможно представить в ином виде, чем так, как их увидела и создала Чебатурина. Среди последних ее работ в театре Северного флота «Туман над заливом» и «Приключения Буратино». Если театр Северного флота ставит сказку, то маленькие зрители действительно попадают в атмосферу чудес и волшебства, не в последнюю очередь стараниями Раисы Чебатурины. Персонажи морозка щеголяют в костюмах, над которыми словно сама зима потрудилась, они переливались и сияли морозными узорами и ледяными блестками. Очень полюбился юным зрителям спектакль «Кошкин дом». Он выполнен в интересном ключе, и занавесы, декорации украшены традиционной народной росписью – городецкой. Пестрые цветы и узоры оказались на удивление к месту в этом спектакле. Народные промысли – давняя страсть художницы. Я стараюсь при создании орнаментов придерживаться первоисточников, законов и традиций, однако частенько добавляю что-то от себя, говорит автор. Совсем скоро в нашем музее открывается выставка живописи Териберка «В моем сердце». Раиса Сергеевна участница множества региональных, всероссийских и международных выставок, член Союза театральных деятелей и Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. Ее работа хранятся в собрании Муромского областного художественного музея в частных коллекциях в России и за рубежом. Искренне поздравляем Раису Сергеевну с юбилеем. Желаем ей долгих лет жизни, счастья, тепла и доброты.